Благодарю вас, дорогие коллеги, соратники, партнеры, сотоварищи, сумыслители, сотворцы, создатели новой индустрии, ребята. Никто до вас еще в мире никогда с нуля не создал новую индустрию, новую философию, новую профессию, самую крутую профессию в мире. С Ростом! Легендарные, легендарные исторические герои. С триумфальным Ростом! Победители Эппла, Майкрософта, МВДА вместе взятых! Давайте поздравим друг друга с сердечками, лайками, радугами, кому что-то нравится, огонечками. С Ростом! Дорогие коллеги, горжусь, восхищаюсь. Самая дружная семья. Олимпийская, планиторная, бизнес, мультимиллиардерская сборная. Коллеги, очень скоро. Геометрическая прогрессия. Это не просто бла-бла мотивация, но пишут. Очень скоро. Вам стоя будет аплодировать весь мир. Вы будете прилетать в самые красивые города, известные в мире и стотысячные стадионы. Учеников, ваших учеников будут встречать вас аплодисментами стоя. И я могу уже сегодня сказать, что каждый из вас чемпион мира по уважению, по любви получен. Потому что, когда вы заканчиваете очередной суперджамп, вы получаете столько благодарности, ребята. Ни один артист, спортсмен, политик, компанкир близко даже со своей там мешками криптовалюты не получает. А очень скоро искреннюю любовь и благодарность вам будут выражать стотысячные переполненные стадионы, аплодирующие стоя. Вы будете стоять, вот я вижу, слышу, чувствую ваше выступление, да, слезы радости. Вот вы стоите, сто тысяч, сто учеников, учеников, ваших учеников аплодируют вам, а у вас слезы радости. И в этот момент ваши великие души буквально купаются в океане любви и благодарности. А миллиарды долларов, заслуженные после уплаты всех налогов, это лишь песчинки благодарности у ваших звездных ног. Коллеги, соратники, сегодня будет очень интересная школа. Вдохновлять на рекордные чеки нас будет, пожалуй, один из самых удивительных людей на Земле. А мальчишки, ребята, вы все знаете, шченки нет. Вы знаете, тоже будет очень интересно. Самый знаменитый фехтовальщик Японии, да и мира, пожалуй, да, который начал путь свой как мастер меча, но закончил как философ, педагог, художник, писатель и скульптор, да. Итак, по аудиторию величайших лидеров, первый слайд. Сегодня охранять вас, исторических героев, будет величайший писатель, поэт, художник. Скульптор, самый знаменитый, самый знаменитый фехтовальщик в мире, Мусаси Миямот. Вы знаете, я же дислексик, я читаю медленничевую раз в 10. Я не так много книг, которые прочитал два раза. Ну, прям, да, могу сказать, их уместятся на пять, на руке не больше пяти. Ну, книгу «Пяти колец» Усаси Маимота я прочитал два раза, ну, с перерывом, где-то, может быть, лет 15. Вам не советую ее читать, потому что надо глубоко понимать Японию, глубоко понимать путь. Вот я там, слово, допустим, вы прощете путь, стратегии путь. И, ну, путь, какая-то дорога к совершенствованию. На самом деле, это много глубже, ребята. Китайка называется «Дау», в Индии просветление, сатари. То есть, вот я вам не рекомендую читать, просто говорю, насколько это интересная личность историческая. И по доброй традиции есть предложение присвоить Мусаси Миямота, Мусаси Миямота, звание, почетный интеллект-тренер. Кто голосует, у нас команда принимает решение. Следующий слайд в аудиторию величайших лидеров-мультимиллиардеров. Рассказываю краткую историю. Мусаси Миямота жил примерно, ну, 400 лет назад. А первый папа у него был мастер-меча, тренер, да, педагог. И он очень рано, папа такой суровый был. Воспитал из него настоящую сталью, гремень. Вы поймете, по его образу жизни, Мусаси Миямота. Первый поединок он выиграл с фетом, ну, на мячах, как с вертельными же поединки, да. Он выиграл в 13 лет, и у него был деревянный мяч, тренировочный. А против него выступал мастер какой-то школы, который же был настоящим мячом, с катаной. А какое такое время, я немножко контекстно расскажу о истории, да. Вот это время такого японского расцвета рыцарства. Да, вот такие вот самураи или родины. Ну, вот рыцари, мастера мяча. Это рассвет фехтовального искусства он был, да. Тогда не было интернета, радио, телевидения. И книг-то тогда не было особо. И вот это было шоу. Они ходили, бродили по Японии. С ними шли целая там толпа зевак. Вот идет мастер мяча, основатель какой-то знаменитой школы. За ним-то вообще сто зевак. А где вот такое еще развлечение найдешь? И вот они приходили с города в город, подходили, спрашивали, где здесь самая знаменитая школа фехтовальная? Вот да-то, мастер такой-то. Подходили, я такой-то, такой-то самураи. Вызываю вас на свертельный поединок. И вот это время такого романтизма, это время такого, ну, время таких, знаете, рыцарей по-европейски было. Ну, знаете, Миямута, внимание, коллеги, да, победил в 64-х, да, свертельных поединках. А под конец уже он не хотел, ну, все, он уже встал на путь философии, на путь искусства. Писал стихи, писал картинки, мы их немножко сейчас посмотрим. И он уже не хотел соревноваться, не хотел, ему все это неинтересно. Ну, понимаете, вот вы, да, уже там побеждаете, ну, это, 10 смертельных поединков, 20, 30, 40, 50, 60, ну, все уже. А, и вот рассказывали про него как-то, он сидит, и он сейчас очень с деревянным мечом побеждал. Вот сидит в Усасе, да, строгает лук, делает, изготавливает. Ну, посредоточился, что, на самом деле, вот такой рыцарь подходит, мастер какой-то очевидной школы, толпа зевак собирается. Я, самурай, такой-то, такой-то, вызываю тебя, Мусаси, на поединок. Знаете, тут строгает лук, человек, да, ему уже, он уже все философ, он уже поэт, он уже художник. Очередной кто-то хочет там, да, поверить силами, да, знаете, вот так встает. Вот, прям вот эту заготовку, заготовку от лука, да, быстро проводит поединок, да, уничтожает соперника и снова садится, продолжает делать лук, типа, знаете, отвлекли мастера. Но самый знаменитый, да, нужно отметить, что о нем написано много книг. Уже очень давно идут пьеси в театре Кабуки, да, в Токио. Если, ну, я не знаю, столетия, там лет 300 идут о нем, о его подвигах, о его интереснейшем пути. А понятно, что личности, вы знаете, я много раз изучал и задавал себе вопрос, а почему? Вот одна личность, да, остается в истории, а другие там тысячи, кто пытались с ним. И вот само по себе столетие и я, история, это такой объективный фильтр, который, поверьте, там нет случайности, обмануть невозможно, ребят. Если ты личность, если ты оставил наследие, что ты сделал, то ты остаешься века. Пустышка, фальшивка, там особенно, ну, это, кстати, кто постарше помнит, сейчас я приведу пример и перейдем к главному поединку Мусаси Миямота. Вот вспомните, коллеги, да, кто постарше, повзрослее, да, ребята, девчата, вспомните, как себя хотели прославить партийные боссы. Вот, да, умирает Брежнев, о, сразу город Брежнев, колхоз Брежнев, там улица Брежнев, да, умирает Черненко, там, Черненко, там, Андропов. И где они сегодня, ребят? Ну, где эти все, вот эти боссы, которые стали себя, это же идет все еще там оттуда, с Шумеров, с Римской империи, наставить памятников, золоте отлить все. Но история, фильтр истории, он эту шелуху отсеивает. При жизни, напомню, Сергея Павловича Королева никто не знал особо-то, да, ну, скрывали якобы секретность, а я думаю, Римск. И когда Юрий Гагарин улетел в космос, Нобелевский комитет решил присвоить Нобелевскую премию Сергею Павловичу Королеву. И вот, а то в то время управлял страной Хрущев, необразованный, туповатый, глуповатый такой, знаете, руки по локоть в крови с расстрельными списками совсем. И вот этот Хрущев, я вам чувствую, знаете, зависть, зависть. И, ну, Нобелевский ловряд, да, Нобелевский комитет говорит, мы хотим вручить, вот уже вручили премию Сергею Павловичу Королеву за величайшее достижение перед цивилизацией. Да, что отвечает этот любитель кукурузы? Тупой просто, у него лицо тупое, да, Хрущева? У нас нету генеральных конструкторов, да, нас народ запустил, да, спутник. А все равно город Королев есть, есть. Если вы приедете в НАСА, в Американское агентство космическое и будете лекцию смотреть, видео, то вы обалдеете. 40% этого времени посвящено Сергею Павловичу Королеву, его товарищу, понимаете? То есть, вот это вот все про величие. Итак, самый знаменитый поединок Мусаси Миямута, да, состоялся в 1612 году. А он уже отошел практически от этих, ну, всех этих вот мериться, да, мериться членами, кто кого, член длиннее, кто более сильный. Но в этот момент рождается новая звезда фехтования в Японии. Да, ну, знаете, ему не важно, он уже все в книгах, он уже пишет картины, стихи. А здесь появляется козиро, красивый, высокий парень и разрабатывает свой стиль. Ну, мало мастеров разрабатывает стиль, да, он его назвал хвост ласточки, да, вот ласточка, когда летит, она хвостом гоноренно так вот вертит. И вот он создал этот стиль знаменитый, он является наставником Сюгуна, там, всех знати, ну, элита. Ну, как же молодому ударованию не бросить вызов, да, легенде, великому мастеру? Конечно, он его бросил. А Мусаси развит внутренним миром уже, ему это настолько все малоинтересно, ребят, да. Вы, слушайте, давай через год, ну, сейчас я вот не могу, мне там надо землю запахать, да, труд, я вот сейчас вот работаю над собой. Ну, давай через год. Все, через год на острове договорились встретиться, там сейчас памятник стоит обоим героям этим, да, и Мусаси, а вот Мусаси заснул крепко утром и просто проспал, да, вот, ну, спит как богатырь, как сон, спит и спит перед смертельным поединком. И по городу уже пошли слухи, а, испугался старик уже старпен, да, и, ну, уже, когда уже представители, секунданты пришли, нашли его спящим, его будет, давай, просыпайся, богатырь. Ну, да, что, а, ну, поехали, сел на лодку, по преданиям ему привезли, принесли воды в мое сон, его попил, бросил, садится в лодку и плывет с лодочником. Имя это лодочник, известный, конечно, тоже исторический герой, на поединок. Говорит лодочнику, если я погибну, я тебе, вот, оставляю наследство своей мечи. Берет весло, говорит, слушай, хороший размер, вот пока тот гребет, Мусаси вытачивает такой деревянный меч из весла. Выточил, а немножко отдохнул, и лодка причалила. Он выбегает, да, здесь уже вся эта снасть сидит, все феодалы, все эти боссы, да, местные. Ну, шоу такое, два великих мастера встретились, да, и кафира выхватывает свой, у него особый был меч, знаменитый мастер, Мичадо ему отковал подлиннее, отбрасывает ножны, и Мусаси спокойно говорит, да, ты прав, они тебе больше не понадобятся, все, ты проиграл. И вот этот поединок, когда он веслом сражает этого мастера, да, он остался в истории, в принципе, как явление, феномен, да. Мы сейчас коротенькое видео с вами посмотрим, но можно его начинать готовиться. А после того, как он сразил Ганзигаро, он сказал такую фразу, больше я никогда не встречу такого великого мастера. Вот этот знаменитый поединок, я прям 30 секунд вырезал, чтобы, ну, это такая знаменитая история. Ребят, а Мусаси, говорю, когда Аяма стал знаменитым, говорю, о, это все вот реинкарнация великого Мусаси Миямота. Давайте посмотрим, кстати, ну, там памятников ему поставили, Мусаси, неимоверное количество, да, я только один приведу. Давайте короткий посмотрим этот дуэль и наследие уже философское рассмотрим, да, уже искусство. Поехали от винта. Поехали от винта. Да, вот так произошел самый знаменитый поединок. Но нас интересует, конечно, не фиктовальное искусство, никто сильнее был, а удивительная трансформация личности. Вот, ребят, я глубоко обежден коллег. Можно включить следующий уже слайд в аудитории величайших лидеров. Меня восхищает в этом герой историческом трансформация от война рубать, да, до философа, педагога, художника, скульптора, ребята, поэта. Вот это удивительная трансформация. То есть, по сути говоря, если человек встает на путь развития личности, да, личность, интеллект, кругозор свой, ну, комплексно, да, ребят, волю, свой характер, то рано или поздно, я уверен, абсолютно, каждый станет философом, каждый, ну, как образ, да, просветителя. Каждый поймет, что это важно. И остался в истории не потому, что рубакой был, может, там кто-то был, пищу победил, воинов знаменитых, а именно как человек, который оставил педагогическое наследие. И вот книжка «Пяти колец», ее изучают и в бизнес-школах крутых там, она действительно философская. Это про путь развития личности. Чем интересен еще Заси Миамот? Вот с правой стороны мы видим пещеру, в которой он написал книгу и последние годы жил, книга «Пяти колец». Это такой домоска костей, такой, знаете, до каждого атома тела, великий такой мастер, характер, воля железная, ребят. Его уже приглашали многие известные, дай мё, там всевозможные феодалы, говорит мастер, вот тебе, пожалуйста, мастерская, вот тебе хоромы, вот тебе все, живи, потому что такой человек у него в гостях находится, для него до этого дай мё славу. Нет, пещера, не нужны мне ваши всевозможные блага, я самурай, я иду на пути духа. И вот здесь очень важное, я постараюсь рассказать, самое важное, что меня восхищает, да и в самой личности, и в книге. Очень важная мысль, коллеги, очень важная мысль. Еще раз повторюсь, слово «путь» для нас, для европейцев, понять практически невозможно. Это что такое путь? Это истина? Да. Это просветление, скажут индусы? Да. Китайцы скажут, это дао. Но, да, это точно так. То есть путь – это такое понятие, ну, давайте скажем, ну, чтобы проще было понять, хотя это очень сложно описать словами. Это познать исти, абсолютную исти, достичь просветления. И вот главную мысль, какую я передам вам из этой книги «Пяти колец», да, Мусаси Миамото, человек, который постиг истину однажды, единожды, вот постиг, увидел этот путь, увидел этот дао, это просветление, да, он его видит везде. То есть такой образ, да, многие из нас летали на самолетах в облачную погоду, взлетает самолет, и вот когда вы смотрите в иллюминатор, вот прям сплошные облака, ничего не видно, да? Потом, когда поднимается над облаками самолет, вы видите уже на десятки километров. Вот такой же образ и здесь, когда вы каждый день развиваете себя, стараетесь быть лучше сегодня, чуточку победить вчерашнего себя. Да, в какой-то момент вы поднимаетесь над этими облаками и видите все величие мира. В этот момент вы можете, вот как Мусаси, он не брал себе учителей по живописи, по скульптуре, по там, по, ну, то есть, вот все, вы все, как вы становитесь гением во всем, если так можно сказать. Еще раз, ребят, познав, развив себя до совершенства, познав путь стратегии истины, да, вы его уже везде видите, все, вы становитесь личностью, лидером совершенно другого масштаба. Вот это сто процентов, коллеги. Следующий слайд в аудиторию величайших лидеров, мультимиллиардеров. Нет, вы проскочили один слайд, или сейчас, этот самый, сейчас одну секундочку, да, вот, там должны быть картины Мусаси, картины, вот еще, на раньше, на один слайд, пожалуйста. Ага, значит, это старая версия, то есть я вчера просто добавил картины Мусаси, а не старая версия. Ну, поверьте мне, дорогие коллеги, картины его прекрасны, они сохранились, стихи не сохранились, а картины сохранились, да, они прекрасны, они стоят очень дорого сегодня, ну, такая легенда, такая, это самое. Ну, а мы по традиции переходим уже, что мы будем рассуждать, как думал Мусаси Меомота, что он там размышлял, какие-то, есть его, написано его рукой, в этой пещере, да, в книге Пяти колец, есть его мысль. Нам проще зачитать их, да, коллеги, и что-то взять себе на вооружение. Итак, мудрость Мусаси Меомот. Вот, вот прям, я бы взял эпитет там к его жизни, потому что 64 смертельных поединка, это серьезное испытание, да, не бойтесь смерти, бойтесь на половину прожитой жизни, вот точнее не скажешь, да, вот бойтесь не умереть, а не жить, быть серостью, вот этим вот, да, безликостью. Дальше, вот как раз то, что я два раза уже попытался описать как-то по-крупному, познав путь, однажды вы будете, видите, его вести, став просветленным, став осознанным, однажды вы получаете, ну, какой-то доступ ко всем знаниям вселенной. Ну, его воля железная, ребят, мало людей, вот я себе задаю вопрос, кто обладал такой железной волей, работоспособностью, потому что он тренировался круглосуточно, Мусаси Меомот, ну, Ван Гог, мы недавно его разбирали, да, Винсент Ван Гог, железная воля, Александр Покрышкин, главный трижды герой, истребитель, летчик, вот его читаешь книгу, поздравь себя в бою, там, железная воля, просто железнейшая воля, характер, вот эта работоспособность. И вот оно на среде, что-то я зачитываю, ты должен тренироваться днем и ночью, и научиться принимать быстрые решения. Тренировка – часть твоей нормальной жизни, укрепляющей дух. Да, то есть вот, когда читаешь книгу «Пяти колец», знаете, вот он стратегию высказал, ну, а дальше, когда все, с утра до ночи тренируйтесь, и днем и ночью. И вот это характер, сила, пах, это невероятные, ребят. Следующая идея, Мусаси Миамото, да, вот мне это тоже очень нравится, да, идея, помните, как Мухаммед Али, я чемпион, я победил, и все, да. Вот, в основе преподавания моей стратегии лежит дух победы. Да, вы должны тренироваться настойчиво. То есть вот, идея побед, в чем мы собрались тренироваться? В чем мы собрались? У нас победить Apple, Microsoft, Nvidia, создать 100 миллиардеров педагогов, миллион миллионеров, да, это наша победа. И мы знаем, что у Apple, Microsoft, Google, Nvidia нет ни одного, ребята, шанса, это правда, математика. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Ну, это вот классика, да, ребят? Непродуманные стратегии всегда приводят к печали. Вот, вот, это классика просто. А у нас с вами самая крутая стратегия. А теперь и тактика самая крутая. Дальше идем. Сейчас, так, дальше идем. Ага. Но смысл здесь в том, чтобы ни на миг не усомниться в победе. Вот что такое истинный путь. Вот прикладывайте на себя. Кто из лидеров, интеллект-тренеров принимает логику и понимает, что мы делаем самое важное, самое большое, самое надежное, величайшее дело на Земле и выгодное дело, да, потому что задача 100 миллиардеров. Никто таких задач на нас с вами не ставил. Конечно, и не сомневаться, потому что люди не знают, что такое суперджамп. Большинство людей в мире, да, но они видят уверенность в вашу, железную лидерскую волю. Это чувство. Дальше, да, изучайте стратегию много лет и постигайте дух война сегодня. Перед вами открываются возможности победить своего вчерашнего я. Ох, как сказано красиво, да? А завтра сегодняшнее. То есть, вот сегодня быть лучше, чем вчера. Кто-то сказал? За семья Мото. Следующий слайд в аудиторию величайших лидеров, пожалуйста. Вот это важное, да, ребята? Вам следует развивать в себе решительность и мудрость. Вот решительность. Крабрость, решительность, смелость. Дальше. Сегодня победи себя, вчерашнего, а завтра победишь других людей. Все-таки главное, враги наши с вами лень, трусость, неуверенность, сомнения, они здесь находятся. А во внешней среде нет врагов. Дальше идем. Хотя имущество может глубоко порадовать душу, но самое большое богатство – это жизнь. Ох, как сказано, да? Сегодня многим людям, которые богаты, если бы они это поняли, прошли бы другую совершенно жизнь. А это вот прям наш призыв в лозунг, когда можно на королевском знамени каждого лидера написать, каждого интеллект-тренера. Не копируйте других. Действуйте по ситуации. Правда же? Мир же быстро меняется сегодня. Ну, это благородство. Следующая мысль. Моста Семиамото. Крабрые самураи никогда не угрожают тому, кто слабее его. Как много, да, ребят, в этом. Сильный. То есть ты рысый, ты богатырь. А слабые люди, они всегда стараются. Даже уж в быту я много видел где-нибудь давно. Вот я вспоминаю, сидишь за столом в компании. И какой-нибудь так, муж себе, так, кусочек дерьма на палочке. Да, супруга яркая, интересная, умная. И вот он следит и при всех старается приедеться. Знаете, вот как параллельно ущипнуть, типа, а вот это слабые люди. Да, храбрый самураи никогда не угрожает тому, кто слабее его. Это сильно сказано. Вот еще сильнейшая мысль. Стратег через маленькую вещь постигает большого. Да, мы с вами через малое действие, но очень полезное. Проводите суперджампы. Вы покоряете весь мир. Через педагогическую цепочку геометрической прогрессии. Следующий слайд, если есть, я просто не помню. Да, вот, ну, сейчас быстренько. Да, вот, ну, это просто вселенский уже такой философ. Такой, да, уже такой гигант, говорит, уже Конфуции, Сократ. Поднимитесь над личной любовью и личным страданием. Существуй во благо человеческой. Человеческой, да, то есть, вот, поднимитесь на этот, ну, что-то там, ручка-ножка болит, эй, гигант, существуй, меняй весь мир. Следующая мысль. Сейчас, у меня вот, да, у Сидо есть три, три первостепенных качества. Дервость. Правильное поведение и храбрость. Ну, лучше не скажешь, да. А, следующее, да, в искусственной стратегии необходимо воспринимать обучение как часть повседневной жизни, и поэтому сохранять дух. Изменным, хорошо сказано, да, глубина есть, чувствуется, философ. Это не просто аффектовальщик номер один, это философ. Чтобы научиться быстро принимать решения, вы должны тренироваться днем и ночью. И вот это, если есть следующий слайд, включайте, пожалуйста, в аудиторию. А, скорее всего, нет уже, да. Итак, коллеги, соратники. Сегодня начинается новый чемпионат мира. Семь дней мы рассматриваем как новую жизнь. Как новую возможность, да, для побед. Прежде всего, над своей ленью, трусостью, неуверенностью, слабостью. Это главная победа. И сегодня каждый из нас принимает решение. Семь дней, целая жизнь, целая вечность. Оставить след в истории, зажигать сердца или прожить так себе серенькую, скучненькую, безликую жизнь. Я уверен абсолютно, что каждый из вас совершит, каждый из вас свой подвиг. А вот главная мотивация, ради чего, коллеги? Пейте, семь дней. Как левые лица ради деток своих, у кого есть внучат, ради детей всего человечества. Вы спасаете всех деток. А миллиарды долларов, мировая слава, подчеркиваю, ребята, это лишь песчинки ваших звездных ног. Кто сейчас дает слово себе, вселенной, команде? Слово чести, биться как лев, как левица. Дайте лайк, сердечко. Стать сегодня лучше, победить вчерашнего себя. В этом есть смысл, ребята, пути развития. И в конституции этот момент, когда вы будете на таком стоять олимпе. Вот здесь вы, а здесь Илон Маск, Пэзас, Билл Гейтс, Ворон Баффи, все вместе взяты. Воздухом грудь. Больше страсти, больше энтузиазма. Больше счастья, ребята, излучайте. Вы солнце, вы вай-фай. И излучаете вокруг себя радость, оптимизм, легкость, величие и силу духа. Воздух и в грудь. И полетели на очередной рекорд ради спасения человечества. Ради славы, величия и бессмертия ваших благородных имен. Поехали. Пять, четыре, три, два, один. Мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире. Это ваша судьба. Редактор субтитров А.Семкин